МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Руслан Султанов, член правления Нового Союза. И Ольга Анабишев, предприниматель-основатель большого завода по производству машиностроительной продукции, который хочет вступить в этот союз. Правильно? Да, давайте все-таки начнем с такого общего вопроса. Я хочу понять, зачем мы объединились. То есть вас не устраивает то, что делает государство, как идет развитие в обрабатывающей промышленности. Правильно? В первую очередь я хочу сказать, что я представляю ассоциацию производителей фармацевтической и медицинской продукции фармит-индустрии Казахстана. И в данный союз создало несколько ассоциаций. Это шесть ассоциаций, которые занимаются обрабатывающей промышленностью. И два крупных завода. Это Алматинский вентиляторный завод и Аллагиум Групп. Мы все объединились для чего? Для того, чтобы совместно объединить наши усилия и решать вопросы именно сферы обрабатывающей промышленности. Помогать нашим предприятиям. Почему я назвал ее многострадальной? Потому что мы хотим, чтобы она у нас развивалась. Но вот я смотрел цифры, например, у нас по индустриализации в 2010 году доля была 11% обрабатывающей промышленности. Сейчас вот у нас в 2017 году тоже 11%. То есть как будто бы она не развивается. Отрасли обрабатывающей промышленности в принципе активно растут. Последние годы у нас появляются хорошие возможности. И если говорить о том, какие сегодня основные задачи и цели мы ставим перед собой, то мы ставим 4 основных вопроса. Это доступ к финансам, доступ к рынкам, доступ к административным процедурам упрощения и, естественно, это уже доступ к факторам производства. Это 4 основных направления, по которым мы планируем работать. Мы за конкурентные справедливые условия на рынке, но для того, чтобы все наши предприятия, все наши участники рынка, они имели равные возможности для конкуренции на рынке, что будет положительно влиять для уже потребителей. Господин Абишев, давайте тогда вы подключайтесь. Раз вы отечный производитель, и у вас довольно крупное производство в Шемкенте, вы делаете насосы, они конкурентоспособны, насколько я знаю, продукция пользуется спросом, вы даже Китай уже побороли практически. Так вот, чем вы недовольны? И почему вы сейчас думаете вступить в эту ассоциацию? Ну, во-первых, мы победили не на тех рынках, мы не победили китайцев по насосам, но мы победили китайцев в конкуренции по четко выстроенным техническим регламентам. Там, где заказчик, ну, в данном случае, допустим, цементные заводы, они предоставили стандарт, по которому мы должны изготовить литейную продукцию. Мы ее изготовили по этому стандарту, и по показателю цена-качество, по показателю именно цена-качество, мы победили не только китайцев, мы победили турецкие литейные заводы, мы победили восточно-европейские металлургические заводы, потому что у заказчика есть сформулированные требования к качеству, к стандарту. Вот, к сожалению, что касается, допустим, темы насосов, то сейчас, скажем, есть такая вещь, которая активно внедряется в квази-государственном секторе, это категорийные закупки, где иностранные консалтинговые компании оказывают услуги, ну, вот, нашему квази-государственному сектору. Почему вы их не вытесните, если вы можете это сделать? Смотрите, мы не можем, потому что нельзя сравнивать квадратное и зеленое. И вот здесь, вот здесь, я вот почитал устав, миссию, видение вновь созданного союза, и мы видим, я вижу перспективу для своего предприятия, для того, чтобы силами союза со временем начать оказывать вот эти вот консалтинговые услуги, так сказать, внутри государства. Ну, с чего мы взяли... Сначала эти самые иностранные консалтинговые компании, ну, скажем, конец 90-х, начало 2000-х, говорили нам, ребята, ваша обрабатывающая промышленность, она никакая, потому что вы не умеете работать по высоким международным стандартам. Так, подождите, я вот сейчас... Теперь они приходят и говорят, теперь они приходят и говорят, покупайте самое дешевое по цене. Покупайте в Китае, покупайте в Тайване. Как это понять? А куда мы выстраивали? Мы находимся на реализации второго этапа, второй пятилетки. Государственные программы индустриально-инновационного развития. Вам сказать итоги вот этой второй пятилетки. 90% нашей продукции обрабатывающей промышленности, это сырье фактически. Я вам могу сказать, привести такие примеры, как, допустим... Что это? Металлы, феррохром, катодная медь. Смотрите, на примере моего предприятия мы освоили две технологии, две технологии по выпуску продукции, по технологиям, которых раньше в Казахстане не было. Одна из технологий, ее не было даже в бывшем Советском Союзе. Ну, затем, допустим, предприятие, которое открылось, по-моему, в прошлом году, входящее в группу Казахстан Инжиниринг, да, ну, вот по линии Министерства обороны и аэрокосмической промышленности, это оптиковолокон, ну, оптические там различные аппаратура, да, ну, это же качественное изменение, качественное изменение структуры всей экономики Казахстана, не только обрабатывающей промышленности, понимаете, по современным стандартам. Да, я только приветствую, говорю, что это просто мало. Вот я господину Султану вопрос задам. Вот мы можем изменить вот этот процент, который я сейчас обозначил? Видите, то, что вы говорите, это очень важно. Дело в том, что вы смотрите на общие статистические показатели, и сырьевая доля очень большая, мы это понимаем. Но все обрабатывающие, такие современные обрабатывающие производства в Казахстане, они, в принципе, сравнительно молодые. И для того, чтобы им выйти на рынок, занять очень большую долю на рынке, им нужно время, и именно этим мы и занимаемся. То есть даже мой коллега, который примеры говорит, это предприятия сравнительно молодые, можно сказать. Год, два, три, пять. Да, они активно сейчас развивают, они выходят на экспорт. Именно поэтому мы и ставим одним из таких важных направлений, это обязательно не только работа на внутреннем рынке Казахстана, но и обязательно экспорт. Это то, что для нас необходимо. Казахэкспорт – специальное предприятие, созданное для того, чтобы вот вас и ваших участников, вашего нового союза, продвигать на внешние рынки. Конечно, многие наши предприятия, которые являются членами наших ассоциаций, они активно работают и с Казахэкспортом, и ранее с Казахинвестом по экспортной поддержке. И сегодня идет перестройка механизма, и я надеюсь, что наоборот эта эффективность будет повышаться. Так, ряд вопросов по WhatsApp к нам поступает. Вот некоторые из них. Насколько процентов вашей продукции состоит из отечественных компонентов? Вот и весь ответ. У нас нет комплектующих, и развитие будет зависеть от импорта. Это вопрос ко мне? Не знаю. Ну, я готов ответить на них. Давайте. Ну, скажите, 100%. Нет, нет, к сожалению, нет. Ну, и такими показателями не могут похвастаться очень многие, очень сильно развитые страны. Но при этом, при этом, можно сначала ремарка относительно того, что, ну, вот результаты реализации программы ГПФИР. Ну, не бывает же такого, что родился ребенок, и мы сразу хотим, чтобы у него был диплом, там, Оксфорда, защищенная докторская диссертация, да, нужно время. Нужно время. И мы всегда своих детей поддерживаем и так далее, пока они не станут взрослыми. Что касается моего предприятия, то мы начинали с отверточной сборки, затем мы перешли на мехобработку, и в прошлом году мы запустили литейное производство, тем самым увеличив долю казахстанского содержания по некоторым видам продукции более, ну, 90%. Ну, вы понимаете, мы работаем на фтор, чер, цвет, мете. Вот и все. Ну, естественно, там, такие вещи, как, допустим, порошковое эпоксидное покрытие, да, мы импортируем, потому что в Казахстане этих производств нет. Если можно, вот еще по целям, которые вы ставите перед своим новым союзом, это обеспечение доступа к факторам производства через беспрепятственный доступ к специализированной инфраструктуре, СЭС, индустриальные и технические парки, доступ к приобретению промышленных и так далее, и так далее, и так далее. Я удивляюсь, почему? Потому что у меня было понимание, что доступ этот есть, что государство, в принципе, и создает это все для вас. Как раз государство занимает созданием инфраструктуры, но если говорить про те же индустриальные парки, территории, мы знаем, с какими проблемами сталкиваются наши производители. С вас туда не пускают? То есть ты можешь поставить завод, но у тебя нет инфраструктуры, у тебя нет света, нет газа, без этого завод не будет работать. Я думаю, таких очень много факторов. И как раз задача состоит в том, чтобы вся инфраструктура, которая создается, она была эффективна и она была рабочей, чтобы предприятие пришло и работало. Каким образом вы сделаете так, что у вас голос будет тогда слышен? У нас палата Атамикен, в принципе, те же самые цели ставит, по большому-то счету. Да, сегодня как раз на пресс-конференции, которую мы давали, представители Национальной палаты предпринимателей с нами присутствуют, потому что это один из главных наших партнеров, с кем мы вместе будем работать и продвигать именно интересы предприятий, обрабатывающей промышленности. Главный инструмент – это сегодня диалог через подготовку нормативных правовых актов, это через участие уже в работе государственных органов, местных исполнительных органов. Это те направления, по которым планируется сосредоточить деятельность Союза обрабатывающей промышленности. Маленькая ремарка. Я знаю, как работают эти все вот такие структуры. Вы предложите, внесете свои предложения, вот вы, например, как отечный производитель. Она попадет на стол к комиссии, которая будет рассматривать, ее как будто бы примут, а потом вычеркнут на этапе принятия, и все? Нет, дело в том, что такое Союз. Союз – это объединение ряда ассоциаций и ряда предприятий. Наша задача – мы все члены Союза, мы являемся и членами правления, мы вместе принимаем решения и мы вместе решаем проблемы. Если государственный орган будет сопротивляться предложениям Союза и Национальной палаты предпринимателей, есть правовые способы, все-таки давление на государственные органы и принятие той позиции, которая необходима. Если позволите, комментарии от бизнеса. Вы боитесь этого давления? Если позволите, комментарии от бизнеса. Да у нас канал для бизнеса. Смотрите, смотрите, ну, тем более это наш бизнес-канал. Да, да. Поэтому я что хочу сказать. Это мы выбираем правление, так же, как и мы являемся членами НПП. Национальная палата кого? Предпринимателей. То есть это бизнес-сообщество. И от активной позиции бизнеса зависит очень многое. То есть если я написал письмо, что мне нужна там инфраструктура или еще что-то, да, ну, какие-то хотелки, и я потом плачу в Союз, в НПП, я плачу членские взносы, я плачу деньги, я потом требую же, понимаете. А что касается конструктивного диалога с властью, и с местной властью, и с центральным аппаратом, то вот создание Союза, создание НПП в целом и консолидация вокруг на площадке НПП, вот ассоциации вокруг Союза, Союз на площадке НПП, это все для конструктивного диалога с властью. Почему? Потому что если власть будет реагировать на такие предприятия, как мое, а таких предприятий, слава богу, у нас не одна тысяча, только в Южно-Казахстанской области 140 тысяч зарегистрированных субъектов малого, среднего, крупного бизнеса. В 2015 году к вам туда хотели прийти японские инвесторы, но когда случилась девальвация, они отказались от этого, потому что продукция была, естественно, уже не по такой цене для внутреннего рынка. Вы знаете, сегодня мы разговаривали на тему девальвации с обрабатывающей промышленностью. Интересная ваша позиция. Очень интересная позиция. Так вот, ряд предприятий, которые работают на экспорт, готовы выдержать курс по отношению к рублю, ну вот пара тенге, рубль, ну порядка до трех тенге за рубль. Меньше, тогда у нас будет, мы становимся неконкурентами, то есть российские производители становятся более конкурентами, понимаете? То есть я не уверен в чистоте намерений вот этой японской компании и в правильности их маркетингового исследования. А вы слышали тоже об этом, да? Ну я слышал, но я не погружен настолько, понимаете? Потому что при всем при этом, вот можете себе представить, было много критики в адрес индустриальных зон. По информации, по статистике, которую собирала НПП, понятно 60% новых проектов реализуется в индустриальных зонах. Это при всех проблемах, которые есть по инфраструктуре, по администрированию и так далее. У меня у самого литейное производство реализовано в индустриальной зоне. И на самом деле это удобно. Да, есть плюсы и минусы. Но мы и государство молодое, и программа молодая, и предприятия молодые, новые, вот, в обрабатывающей промышленности. Ну, дайте немножко время. Критика, она нужна, она важна, но важен конструктивный диалог. Если можно, да, вам слово, господин Султанов. Вот в плане того, вот что мы сейчас обсуждаем. Мне еще интересно, знаете, в взаимодействии с местной властью, как правило, там такие коррупционные моменты серьезные возникают, когда создается производство, вот я не знаю, вы испытывали или нет, господин Улиханов, когда свое производство запускали и развивали, все-таки деньги у вас большие. Я, наверное, скажу так. Главной целью вообще Союза является в том, чтобы объединить предприятия и ассоциации обрабатывающей промышленности, чтобы мы вместе занимались той проблемой, которая присутствует. И мы говорим только про предприятия обрабатывающей промышленности, те, кто занимается производством товара с высокой добавленной стоимостью. Сегодня те шесть ассоциаций и два крупных холдинга, которые вошли в Союз, это объединяет 20 тысяч человек работающих. Объем налогов, уплаченный за последние пять лет, более 100 миллиардов тенге. Это 243 предприятия. Естественно, что мы настроены на то, чтобы создать равный диалог со всеми структурами. Это будут государственные органы, это будут местные исполнительные органы, это будут даже наши коллеги из сырьевого сектора. Мы должны друг с другом разговаривать, дискутировать и находить компромисс, потому что главной целью является развитие. Мы объединяемся для того, чтобы все вместе быть сильнее и должны друг другу помогать. Еще, да, читая из ваших документов, которые вы сегодня предоставили, что улучшение условий деятельности, это прежде всего набор различных государственных политик, стратегий, стимулирующих развитие отечественного производства. Вот что надо сейчас? Я можно сначала прокомментировать ваш вопрос про коррупцию? Сейчас у вас время закончится, но окей, давайте. Очень важный вопрос, я думаю, уважаемых телезрителей этот вопрос интересует. Вы поймите, когда мы консолидируемся, и когда приходит не отдельный субъект бизнеса разговаривать с закупками и так далее, ну вот с какой-то компанией, купите мою продукцию, а когда мы приходим и системно выстраиваем от отраслей, через союзы, когда мы в диалоге с ассоциацией ГМК, тогда о какой коррупции может идти речь? Понимаете, там деньги не участвуют, там участвуют управляющие аппараты, понимаете? И тогда мы выстраиваем действительно конструктивные... Ну что, на вас лично не давили, что ли? Не пытались вас прижать к ногтю? Я был одним из первых, кто активно поддерживал Национальную палату предпринимателей, потому что это та площадка, на которой можно выстраивать конструктивный диалог, выстраивать систему, потому что индивидуально, ну конечно давят, конечно давят, но это же предприниматель должен сказать, все, я не плачу. Я надеюсь, что, я так понимаю, что в вашей ассоциации, вот, простите, в Союзе у вас будут предприниматели, у которых позиция вот такая, добросовестные и... Конечно, мы говорим об ответственных работодателях, об ответственных предпринимателях, которые занимаются производством, которые полноценно, образом платят и налоги. Спасибо большое, это был Руслан Султанов, член правления Союза обрабатывающей промышленности. Новый союз у нас сегодня организовался. И Олег Анабишев, предприниматель, который, я так понимаю, уже решил в него вступить. Да. Окей, спасибо большое. Вам за интервью, вам за вопросы, дорогие друзья. Наша программа на сайте abctv.kz. До свидания.